А кстати, Александр, дружище, вы помните в 1983 году из шести золотых медалей на чемпионате мира в составе советской сборной? Три медали принадлежали Республике Армении. Да, совершенно верно. Мирзоян, Саркисян и Варданян. Да, и великий, уже ныне покойный Юрик Варданян. А Мирзоян тогда не у кого-нибудь выиграл, а выиграл у маленького совсем... Болгарина. Болгарина, тогда еще Болгарина. Тогда еще Болгарина. Наима Шаламанова, который впоследствии стал трехкратным олимпийским чемпионом. А что там была за история с Шаламановым? Ну вот я не знаю, было это на самом деле, но байка такая ходила среди тяжелоатлетов. Когда за кулисами перед выходом на помост, перед представлением их построили, спортсменов. И, ну естественно, Шаламанов стоит в этом строю. А ему тогда 16 лет было, по-моему. Да, да. И судья подходит и говорит, мальчик, ну отойди в сторонку. Говорит, нам сейчас уже выходить. Мероприятие начинается. Начинается борьба. Ну в итоге Шаламанов стал серебряным. Да, серебряным призером стал. Да, ну а впоследствии стал трехкратным олимпийским чемпионом. Вот так вот, да, красивая картинка. Закончились уже соревнования в группе Б. И там спортсменки из Португалии. Росос Пинто. Да? Ну единственное, кто представлял эту весовую категорию, вот в этом потоке, если бы их объединили. А что у нас будет в Венесуэле в конце апреля? В конце апреля международный турнир, где там по нескольким видам спорта. Да. Этот турнир будет проходить. Ну в том числе и вот тяжелая атлетика вошла. Насколько я понимаю, там команда будет представлена. Наша сборная. Наша сборная, да. Четыре мужчины, четыре женщины. Ну хорошо, хорошо. В этом году в Иране уже турнир. Наши также девочки посетили. Неплохо там выглядели. Ну, иранская школа тяжелой атлетики тоже. Да, конечно. Известна. С богатыми традициями. Да, один только на Сири, да, легендарный олимпийский чемпион 68-го года, по-моему. Если мне память не изменяет. Да, да, 68-го года. Потому что я помню историю, которая с ним была связана. У них же было все время соперничество с нашим Дито Шанидзе. И в Гаване на чемпионате мира, это был 74-й год, Насири не попадал на 200 граммов в весовую категорию. То есть никак не мог. Вообще никак не мог. Он уже сбросил с себя все, что можно. А у него была огромная шевелюра, как у Анжелы Дэвис. Да, и он вышел лысый. И никто не мог понять, кто это. Пришлось постричься, да? Да, побриться, побриться. Но он все равно проиграл. Тогда как раз вот Дито Шанидзе выиграл чемпионат мира. Вот. Ну да, вот такая история была. Сколько обычно дается времени на разминку? После представления 10 минут. После представления 10 минут. Да. Ну, те спортсменки или спортсмены, которые чуть послабже, они, конечно, начинают разминку чуть раньше. Они могут вообще не выходить на представление. Пусть разминаются. Нет. До представления они это делают уже. Согретыми выходят на помост. Прочувствовали его. Да, да, да. Ну, огромный, огромный просто тренировочный холл. Я помню, что... Ну, вот... В Афинах... В Афинах был однозначно меньше. В Афинах я имею в виду на Олимпийских играх. Так, большое пространство, действительно. Обычно. Вот она, наша будущая звездочка. Так, это Баяна Костадинова, да? Нет, нет. Да, да, да. Русева-Булгаряйц. Нет, это Русева. Это должна быть... По-моему, это Русева. Ну, начинает... С веса 55 килограммов. Рени Русева. Спокойненько. Да, очень легко. Очень спокойненько и в хорошем темпе. Ну, естественно, подход защитный. Да, да. Так, Молдаванка Екатерина Горобуча. Екатерина Горобуча. Это еще участница чемпионата Европы, который проходил в Москве в 21-м году. Так, у нас Бьянка Думитреску. С того чемпионата. Да? Да, она принимает участие. Здесь она есть. Два года назад был чемпионат в Москве, да? 21-го года. Вот мы смотрим. Болгарка Надежда Нгуэн с такой классической болгарской фамилией. С вьетнамскими корнями. Да, и... Ну, если вес не могут взять, да? Вот у Горобучи сейчас будет вторая попытка. Вот, 57 так и будет стоять на штанге, пока они или их... Не возьмут. Не закончится соревнование, или они не возьмут эти несчастные 57. Нет, или она перезаявит. Ну да. В большую сторону. Да. Ну вот. Вот, оказывается, ведь... Молодец. Все может. Ну а что в первом... Собралась... Ну а что получилось в первом подходе? Ну, вышел какой-то первый у нее такой подход. Расхлябанная она какая-то была. Так, ну вот пока идет разборка вот между Костадиновой, Горобучей... Между собой, болгарский. Да, Русева все. А вот это вот слева, да, похоже на Шаламанова, да? В таком... В варианте. Ну, давай, девочка. Зал поддерживает спортсменку. Первая попытка была неудачной. Да нет, сейчас возьмет. Я даже не сомневаюсь. Вот умничка. Молодец. Молодец. Аккуратненько, ну чуть-чуть. Здорово, здорово. Чуть-чуть. Чуть-чуть, что-то так было. Сама довольна, все, молодец. А она перезаявила на 59. Конечно. Горобучей-то это, получается, третий чемпионат Европы. Несмотря на то, что, в общем, она тоже достаточно молода, 2001 года, 22 года ей. Причем 22 ей исполнится только в июле месяце. Ну, опыт международных соревнований у нее неплохой. Ну вот. Неплохо, неплохо. Да. Добрый лифт. Джансу Бекташ. Ну, может быть, может быть, испанка Анрики Кабрера. Кто там еще? Ну, Турчанка вот эта вот, Гамзе Алтун. Вот между ними должна развернуться такая серьезная борьба. Хотя, хотя еще у нас одна испанка с неплохим результатом. Гарсия Ринкон, да? 158 заявлено. Вот как здорово справилась. В начальном весе. Как будто ничего не сделала, да? Все будет, картина более-менее будет ясна после двух подъемов. Заключительный третий подход. Да. Да. Вот, Убочка. Какая хорошенькая эта, молодец, 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 молодец. Вот первый подход. Неудачный, волнение. Она справляется во втором, в третьем. Теодор Агинку. Молдова. Ганадзори Хашеватсу. Молодец. Все. Молодец. 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 Здесь же все просто. Да, я знаю. Поднял и бросил. И бросил. Чуть-чуть попридержал. Нет, не бросил. Чуть-чуть попридержал. Да, да. Вот тот же Виктор Григорьевич Куренцов говорит, тот не штангист, кто швыряет штангу на помост. Это, говорит, надо... Опускать надо. Ее же надо опускать. Ее, говорит, надо... Сопровождать. Да, 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 да. Неплохо. Ну, низковато село, мне показалось. Такой сет был глубокий, да? Ну. Соглашаться. Мне приходится соглашаться. Рядом со мной заслуженный тренер России. Это вам не у Пронькиных. Ну, повтор. Красиво? Красиво, конечно. Красиво, конечно. А ведь девочкам по 45 килограмм. Да, в том-то и дело. Так. Три килограмма прибавляет румынка Думитреско, которая так легко вообще первый подход совершила. И второй. Ну, вообще, как пружинка, да, села и распрямилась. Янка Думитреско. Они с тренером подумали, смысл выходить в третий раз. Не отдохнувшись. Да, не отдохнувшись как следует. Да, не отдышавшись. Адриана Косминопана. Она в тиране была призером как раз в рывке. Но по итогам не попала в тройку сильнейших. Здорово. С запасом. Да. И это первый подход. А у них одинаковые плечоски, что ли, у Думитреско и у Пага? Две шишечки на голове. Две шишечки. Шишечки. Так, это Турчанка. Иди сюда. Сказала она штанге. Так, не пойдет. Это вторая попытка была. Гамзе Алтун. Станга пошла по дуге. В каком смысле по дуге? После подрыва она от себя отпустила. Отпустила от себя. Она должна идти вдоль тела. Локоточек наверх. Тогда было бы точно. А так отпустила. Получилось на прямых руках. Так, наброс такой, да, получился. Жансу Бекташ. На чемпионате Европы в Тиране была второй. У нее было 85 в толчке. И 78 в рывке. 153. Тем временем заключительная попытка Турчанки. 68 в рывке. Да, 78. Это многовато, конечно. Многовато, да. Это я неправильно посчитал. Хотя вот у Шазье Эрдоган, которая выиграла эти соревнования в Тиране, был результат 79 в рывке. Но это, правда, когда она была в весовой категории до 48 килограммов на молодежном... 49? Да, ну да. Но тогда до 48 учитался почему-то. Не знаю. 79, 97, 176 в сумме. Ну да, в другой весовой категории. Да. Так, ну что? По правилам запрещено, да? Я не знал этого, честно скажу. Я думаю, что, если ты в рывке получил баранку, то можешь выступить не в толчке, но побороться за малую золотую медальку. За маленькую такую. А можно и вообще в рывке не выступать сразу на толчок. Сразу в толчок. Да, 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 да. Ну, наверное, придут когда-нибудь такие времена, когда будут соревнования по рывку, по толчку. Почему бы не? Ну а что нет? Это очень зарелищно будет. Кстати, вот так вот, если рассудить, то, допустим, вот взять многих гимнастов, да? Спортивную гимнастику. Вставать, вставать! Вот те шишечки. Да? Вот какие эмоции. Молодец. Бианка Думитреску. Так я просто хочу сказать, какое количество гимнастов, которые целенаправленно... Кто это? Кассабо. Сколько гимнастов готовится к конкретному виду? Конкретному. Ну да. Как вот, допустим, вот... Кольца, брусья, там... Да, 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 да. Да, да, да. Почему бы у нас такого, да? Не проводить, да? Да. А берет узковато в рывке. Посмотрим, что будет дальше. Ну, видимо, ей так удобно. Так. Вот красота. Румыка, вот ты посмотри, как... Так. И как взвизгнул аж. Ну, хаши искры летят, да? Да. Адриана Косминопана. Вот тебе 45 весовой к тебе. Адриана Косминопана. Так, Бекташ с этого веса и начинает, да? Сколько же она... Тирания. А, ну да. Там у нее было 68. Там 68 было вот у Теодоры Хинку. Ну, она тебя услышала и хочет... У Молдаванки. Как раз поднять эти килограммы. А сейчас 70. 70, 75 и 78. То, что ты озвучил. Да, если бы так легко поднималось все, да? Посмотрим. Да, да, да. Раз и 78. Дайте, пожалуйста, как говорил в кинофильме «Зимний вечер в Гаграх» Александр Ширвин. Дайте пленочку, пожалуйста. Пожалуйста. Да. Дайте пару блинчиков на штангу, пожалуйста. Ну, неплохо. Да, тут вообще без вопросов. Аня, вот сразу выходит в лидеры. Окей. А ведь по большому счету, да, вот так вот, если разбираться, ну... Вот это вот утверждение, что... Так, Адриана Касминопана. У нее третий подход и 70 килограммов. Самая высокая, наверное, да, вот, из участниц этих соревнований. Ну, может, это за счет шишечек, мне так кажется. Вот, молодец, молодец, молодец. Ну, все дело в том, что вот этот подъем ей не дает на сегодняшний момент, на вот на этот момент золотую медаль, потому что она повторила. Турчанка 70, и у нее 70, но та подняла раньше, значит, она лидер, да. Да, но это понятно. Не, самая предпочтительная, конечно, это Баяна Кастадина. Да, это вообще бесспорно, да. 15 лет это... Ну, мы же осметили сразу, да, еще до трансляции. Что, в общем-то, она и подтвердила. Ну, в общем, по крайней мере, у нас определилась тройка лидеров, и, конечно, между ними пойдет решающая борьба в толчке во втором упражнении. Ну, вот, молодец. С улыбочкой, да? Молодец, молодец. Еще так, издевательски, с улыбочкой. Совсем по-другому все, видишь, можно и помахать уже, да, и расслабиться. Ну, небольшой, но задел есть перед толчком. Так, это, конечно, не 78, ну, 82. Я же исправил свою ошибку. Значит, определилась тройка, я думаю, семерка, туз. Итого, 21. Так, Грусева. Так, а кто вот этот вот товарищ? Я-то не всех помню, а вот Александр Венков почему-то стесняется сказать о том, что это один из тренеров сборной Болгарии, олимпийский чемпион Иванов. Да, это он. Ну, улыбается, в хорошем расположении духа. Только он Иванов или Иванов? А вот... А вот это об этом умалчивается. Как ни крути. Болгары в этом плане... А звали, зовут-то его как? Не Иван Иванов в часу? Конечно. Естественно, да. О! Вот, Русева. Молодец. 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 Русева, Бульгария. Семьдесят килограмм. Мне всегда безумно нравилось, когда шли... А, ну вот наша любимая Баяна Костадинова. Когда шли... Шел эстрадный фестиваль, эстрадный конкурс в Варне. Да, выходили два... Это в Болгарии, да? Да, да, да. Выходили двое ведущих и произносили следующее. Допустим, знающие болгарский язык меня простят. Но сейчас давайте посмотрим за подходом к Костадиновой. Ну что я тебе могу сказать? Ой, умничка девочка. Что я тебе могу сказать? Ну это... Да. Ну вот там объявления были такие. Композитор Димитр Димитров. Туми Цана Цанов. Аранжиман Петка Петков. Пее Илья Ильев. Дерегент Вилли Казосев. Он взяла и изуродовал себе левую руку. Ну вот... Вот убей меня, Бог. Я не понимаю молодых красивых девушек, которые думают, что вот... придет им счастье в результате. Может я просто старый Брюзга? Хороший толчок. Очень четко так по линиям. Да-да, в Товске повеселее она, да. Хачнардзе на Горбатзе. Так, право всего идет на 73. Начиналось с 70. Ну, в общем, спортсменка из Молдовы идет фактически на то, как с перерубленным большим пальцем можно было стать там серебряным призером чемпионата мира. Ну, как? Это мог сделать только советский человек. Это мог, да, это реально, это мог сделать только советский человек. Знаете, да, эту знаменитую историю, когда он проигрывал Вальдемару Башановскому на чемпионате мира. Знаменитому поляку. Да, знаменитому поляку. Проигрывал там, я не знаю, килограмма три или четыре. А в Москве в это время шло совещание. Первый секретарь Польской Объединенной Рабочей Партии. А трансляция шла прямая. Говорит Леониду Ильичу Брежневу. Смотри, говорит, как мой поляк твоего, говорит, Куренцова делает. Это наша, это наша Баяна Костадинова. На что Леонид Ильич, который на тот момент еще не шамкал, а говорил нормально, произнес, подожди, еще не все закончилось. И вышел Виктор Григорьевич Куренцов, прибавляет 7 килограммов и выигрывает, размазывает Башановского, как паштет по горбушке. Вот что значит толчок. Второе упражнение толчок. В этот же вечер его вызвали в советское посольство. Довела, да, штангу над головой. Так, Румынка. Так, это у нас Бьянка Думитреску, да? Да, это Бьянка Думитреску, а вторая Адриана Пану. Так. Так, не стало глубоко садиться. Здорово, да, на груди. О, красота. Умничка. Так, а почему, почему не взвискнул на этот раз? Ну, потому что, что визжать-то, соревнования закончены. Это у нее третий подход был? Так, а после нее, после нее у нас должна быть Андрике Кабрера, да. Плечи, плечи. Ну, спортсменка из Молдавии уже удивила, да? Хотя бы своей наколкой. Нет, это, извините, Александр, это не наколка. Вы сейчас оскорбили девушку. Это татуировка. А, вот так, да? Да, вы что? Наколки это у тех, кто из тюрьмы вышел. Я когда увидел... Давайте досмотрим подход. Вот, молодец, молодец. Ну, он могу подтащил, все. Я когда увидел Романа Павлюченко, который вернулся из Англии, да, он же туда уезжал чистый, как агнец, а вернулся весь, ну, с головы до пяток, по-моему. У меня первый вопрос был, в какой английской тюрьме он сидел или он все-таки в футбол там играл на Тоттенхэм? Так, шишечки пошли. Так, это Думитреско, Бьянка Думитреско. Второй подход. Да, 78 килограммов. И вновь хорошо встает, без задержки, что называется. Толчок хороший. Все, точку поймала. Да, ни у кого из арбитров вопросов не возникло. Она еще так подседала, что-то из жима сейчас мне показалось. С прожимом, да, ты имеешь в виду. Да, да, немножечко так. Но это так в темпе было сделано, что никаких дожимов, ну, судя даже, не к чему придраться. Да я согласен, но вот в рапиде так получилось, ну, показалось, да, что немножко вот такой вот. Нет, ну, у некоторых есть такое, да, техника такая вот именно. Так, Адриана Касминопана начинает с 80. Ну, вот они лидеры, да, после рывка. Да. Сейчас вступают уже. Борьбу за сумму. Как на тренировке. Да, вот интересный момент. Вот этот вот сигнал противный раздается, когда 30 секунд, да, наступает. Ну, вот она за 35 секунд уже начала движение, да, и в этот момент раздается этот дурацкий звук. Зачем его включать, если движение уже началось? Уже началось, да. Конечно, но это же может сбить. Ну, и начиналось движение. Клянусь, я ни секунды, ни словечко не придумал в этой ситуации. Но вот подобное подчинение тренерским командам я видел в исполнении именно тяжелоатлетов Северной Кореи и поразился тому, что, как вот это у них отработано. Так, Бьянка Думитреску. Ну, о чем вы сейчас подумали, я понял. Я понял, да. Я вспомнил, вспомнил, о чем вы, да. Ну, это, дорогие друзья, на самом деле, ну, ничего такого ужасного нет. Мы видели вот на международном турнире как раз в Грозном, как выступали спортсмены Северной Кореи. И там была ситуация, когда одна из корейских тяжелоатлеток... Справилась, молодец. Ее уже должны были снять после рывка, она травму получила. Потом она... Ей оказывали помощь после первого движения, первой попытки в толчке. После второй попытки в толчке ей оказывали опять врачи помощь. Она не взяла, только третью попытку не исполнила. Но самое смешное было, что когда сборная Кореи вышла из соревновательного зала, в том числе и вот эта вот пострадавшая, все дружно сунули сигареты в рот и задымили на весь Грозный. Да, вот эту историю просто мы с Александром наблюдали и поразились просто необыкновенно. Как такое может быть? Оказывается, может. Так, Адриана Касминопана, 80 у нее уже есть. 83 на штанге. Какая смена декораций, да? Вот такие, ну считайте, что эротические взвизгивания во время исполнения соревнований в рывке и насколько скромно она себя ведет после того, как взяла... Ну да, про что мы говорили, у болгарской, да? Да, да, да. Ну и вот только сейчас начинают... Начинают турчанки. Там заявлено 84 и 85 у Ринкон и у Паны, а с 84 начинает Гамзе. Вот Гамзе была после рывка пятой, но за счет толчка сейчас она может продвинуться поближе к лидирующей тройке. Я думаю, что у Бикташ 2 килограмма после рывка было в запасе, да? Ух ты! Долго, долго, долго стоит. Ну, с груди здорово толкает. Ну, в общем, если Бикташ выиграет, то, наверное, ничего удивительного не произойдет, потому что она была, напомню, второй на чемпионате Европы в Тиране, да? Да, в прошлом году. Да, проиграла только Эрдоган. Ринкон, Испания. Вот идет, да, с 87 на 86 спустила Чан Суббекташ. Ну, это вообще просто... Просто вот возьмите, распишите, пожалуйста, по кадрам. Ну, да. Толчок в моем исполнении. По ходу дела, она не отдаст сегодня лидерству. 86 килограммов для Гамзе Алтун в Туркии. 86 килограммов Гамзе Алтун. Туркия, 2-х годы. На эти же 86 идет Гамзе Алтун. Илья Алтун Гамзе, как кому больше нравится. Достаточно широко она берет штангу. Как при рывке. Почти что. Такое у меня взятие на грудь такое своеобразное. С груди здорово толкает. А на грудь такой забросок. Мешок с картошкой забрасывает. Мешок с картошкой. Илья Алтун Гамзе Алтун Гамзе Алтун Гамзе Алтун. Турчанки могут сейчас со спокойной душой брать первое и второе место. Да я бы не сказал. Почему? Это лидер нашей соревнований. Правильно? Да, это Джан Субекташ. Так еще у Алтун Гамзе 88. У нее в рывке она отстала. От румынки она далеко же расстала. Так, здесь порядок. Здорово. Ну все, она уже чемпионка Европы. 45 кг категория. Хаснарца на Крвасе. Ноль рекорд. Ханра Кумар. Пьер Куваржу Цуннери. Здесь есть изменение. Гамзе Алтун Гамзе Алтун. Турчанки 89 кг. Третья и последняя. Третья и последняя. Пококу Цунцаранцовы. А у, да, у нее 149. Но у нее еще два, две, одна попытка в танске. Одна, одна попытка. Вот она и идет на 89. Алтун Гамзе. Ну ты помнишь ее взятие на грудь, да? Да. Вот это вот широкое. Нет, широкое-то она уже с груди. Она здесь уже поправляет. А вот взятие на грудь у нее, вот сейчас посмотрим на этом весе. Как это будет выглядеть. Она все равно широко берется. Ну, ну да. Вот, молодец. Вот это. А сейчас еще шире перехватило. Да, еще шире перехватило. Ой, молодец. Ты посмотри. На жилах. Посмотри. На жилах, на характере выточила. Ой, 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 89. Она лидер. Она лидер в толчке. В толчке, да. Ну, Бекташ идет на 90. Но их еще надо поднять. Не могу не согласиться, коллега. Вот умничка, молодец. Так неубедительно. Сколько таких спортсменов, которые идеально выполняют, допустим, одно из двух упражнений? Только самые великие. Одинаково хороши и там и там. И там и там. Да. Да. И там. АПЛОДИСМЕНТЫ Опять перехватывает широко. Так, 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 так! Не захотела она отдавать золото подруге по команде. В толчке и забрала все три золотые медали. Молодец! Прекрасное выступление. Ну, что тут скажешь? У Шази Эрдоган было в прошлом году 90 килограммов. Так, она 3 килограмма уступила, да? 3 килограмма в рывке она уступила прошлогоднему результату Шази Эрдоган. И И Продолжение следует... 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 Продолжение следует...